Новое видео выходит каждый день в 20.00. Один из лучших друзей Ангела Касада, а по совместительству еще и гениальный креатор GTA Самп Ютуба, Дэнкозор Лаунж. И вы знаете, мне было бы на этого додика ну крайне похуй. Ну, ну вот снимает вот он эти свои видосы на адвансе, пиф-пиф, пау-пау, блять, убил каптуры, аааа, вот так вот и все. Ну, ну вообще поебать, ну ничего приметливого тут нету. А если бы не так давно, он не выпустил вот такую рубрику, как сколько стоит шмот самп ютуберов. И сразу ясно, что это адаптация с большого ютуба, где какие-то педиковаты, блять, чуваки подходят к каким-то другим чувакам и спрашивают. Хэй, чувак, я так вижу у тебя вот это коллапы, блять, и этого, как он там, Томми Хилфигера, блять, и это, и лакосты. А сколько стоит вот этот твой шмот-то, вот твой лук твой весь, вот этот вот сколько стоит. И он начинает расписывать, ну, значит, смотри, штаны миллиард рублей, кофта я покупал на этом, блять, как она, на ресейле, стоит, ну, типа, ну, 10 миллионов. Вот, и так там преувеличивают цену как могут, господи. И просто, и Денкозор взял самый, блять, наверное, хуёвый формат с большого ютуба и адаптировал его под самп. Есть ли, мне дико нравятся адаптации, действительно, когда люди адаптируют что-то с большого самп ютуба под самп, под просто вот самп, получается что-то, ну, достаточно неплохое. Но, блять, не в этом случае. Это ж просто пиздец, неужели? Вы, почему, почему меня должно волновать, блять, сколько стоит одежда этих додиков, разумеется, на стриме? Я посмотрел видос про то, сколько стоит шмот Делорензи. Я охуел от того, что кто-то может тратить такие, блять, деньги на одежду. Просто лучше бы, блять, их сжёг. Было бы намного лучше. Давайте сразу определимся. А если вы покупаете одежду не тогда, когда у вас она рвётся, а просто если вы заметили какую-то, ну, красивую вот эту вот тряпку, то вы ебучее потребляйте, долбоёб. Вот просто остановимся на этом. Если вы покупаете одежду не тогда, когда она у вас порвалась, а просто тогда, когда вам захотелось, то вы потребляйте, долбоёб. Ну, ну, просто, ну, на полном серьёзе. То есть, блядь, тратить деньги на... Это каким же ебланом, блядь, на... Тратить деньги, блядь, на ткань? Просто на ткань сидели, блядь, китайцы в своём подвале, блядь, шили вот эти трэшеры, блядь, лакосты, Томми Хилфигеры, блядь, вы их за несколько сотен тысяч рублей покупаете? Каким... Блядь, просто каким же нужно быть ебланавтом? Блядь, это... Это просто охуеть. Ещё, знаете, такие вот есть многосмысленные какие-нибудь худи или футболки по типу, бля... Люблю трахаться сексом, вот, классные футболки, мне всегда нравятся. Ну, в общем, ладно, мы немного отвлеклись от темы. Так вот, такой вот ютубер в GTA Sampi, как я хочу вам напомнить, один из лучших друзей Ангела Касада, Денказор Лаунж, выпустил ролики, типа, сколько стоит шмот Sampi-YouTuber. Выпустил он сначала Урагана Хакаги, потом, по-моему, Делорензи, или сначала Делорензи, потом Урагана Хакаги, мне вообще поебать. То есть, кого он там как выпустил, главное то, что меня хватило только, блядь, на один такой видос, и больше я не стал... Потому что это действительно блевотно, блядь, когда чел сыпет какими-то, блядь, словами вот этими американскими, какие-то, блядь, просто пиздец, говорит, сколько стоят шмотки. Блядь, это просто невозможно. И это, блядь, смотрит, насколько нужно быть ебланафтом, блядь, чтобы смотреть на то, как какой-то другой еблан, блядь, какая-то хуепутала, потратила деньги, блядь, на ткань. Это ж просто пиздец, блядь. Ой, сука, ну что ж с вами не так, блядь, я не могу понять. Блядь, пиздец, бля, вот Долорензи, он, значит, купил себе вот это вот худи какое-то за 40 тысяч, вот эту толстовку, блядь, за 150, вот эти кроссовки там, блядь, за миллиард рублей. Ну, кому это нахуй интересно, я просто не понимаю. И, блядь, у меня бы не было никаких претензий, если бы они там где-то, блядь, в подвале вот так вот передергивали, вот так вот просто перекрестным наплывом вот взялись друг другу за члены и начали бы дрочить. О, у меня Томми Хиллфигер, о, у меня Гоша Рубчинский, как классно, давай жахаться, блядь, в жопу. Я не знаю, просто, ну тут, блядь, понимаете, этот еблан двигает потреблятство, блядь, в массы. Я просто, это пиздец, понимаете, то есть покупать что-то, когда оно тебе не надо, просто потому что оно тебе нравится, у тебя нету в этом какое-то дикое необходимое потреблятство. То есть, с одеждой, ладно, там еда, ты можешь скушать еду, тебе будет, блядь, вкусно, ладно, какую-нибудь там видеокарту новую для компьютера купить, это я могу понять, ты будешь играть на максимальных настройках, блядь, в 140 фпс. Одежда, блядь, какая нахуй разница, что у тебя куртка, блядь, за 10 тысяч, что за 60, они одинаково тёплые, блядь. Просто на одной куртке, блядь, приклеен логотип за 100 рублей, на другой, блядь, за 100 тысяч, но шьют их, блядь, на одном китайском, блядь, подвале или где там шьют эту хуйню. Просто, блядь, одним дауном это идёт в один магазин, другим в другой, блядь, магазин. И те, кто покупают вот в том магазине, где, блядь, бирка там за 100 тысяч рублей, думают, ебать, я такой классный, блядь. И потом, блядь, вот эти вот дети, они будут пиздить деньги, блядь, у родителей покупать вот эту вот, блядь, одежду, пиздец, блядь. А всё из-за того, что вы вот это вот потреблятство, блядь, в мастер-двю, потом они будут ходить такие по школе, нахуй. Ебать, у меня, нахуй, вот эти вот гуси, блядь, просто пиздец. И люди превращаются, блядь, из обычных людей в какую-то просто рекламную, блядь, площадку. Там, гуси, суприм, блядь, вот эти, Томми Хилфигерчи, как вот этого дауна зовут, блядь. Просто пиздец. Блядь, я не знаю, хотите, блядь, чтобы я носил вас на своём теле бренды, блядь? Платите деньги, какого хуй я вам деньги плачу, чтобы рекламировать вас на своём теле ходить, блядь, по улице. Просто, я просто вот этого, блядь, не понимаю. И давайте теперь мы посмотрим, сколько же стоит мамка Донкозора Лаунджа. Всё ведь в нашем капиталистическом обществе имеет какую-то цену. Итак, смотрим. Ну, мамка Донкозора Лаунджа, она явно после половых испытаний, прям вот, ну, возможно, даже закалённая в боях. Вот, купленная на ресейле от коллаба бренда Суприм и Гоши Рубчински. Стоимостью она вам ещё доплатит. Вот, поэтому, если что, вызывайте на ночь, на день, на месяц и так далее. В общем, я думаю, вы поняли, как выглядят эти видосы, блядь, со стороны. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.